Всем привет! Я очень рада приветствовать всех вас на моем канале. И сегодня мне бы хотелось записать такое разговорное видео. Мне бы хотелось поговорить с вами и рассказать вам о моем отношении к профессиональным косметологам, к походу косметологам, о том, какие процедуры я у косметологов делаю и вообще, как я отношусь к походу косметологам, считаю ли я подобный уход за кожей эффективным. Итак, если вам интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще очень-очень много интересного. Данное видео я решила записать не просто так, а мне, как такому домороченному эксперту по уходу за кожей лица, достаточно часто вы обращаетесь, и многие из вас спрашивают меня, как я отношусь к косметологам, хожу ли я вообще к косметологу сама, и если хожу, то какие процедуры я у косметолога делаю. Могу честно сказать, что лет 10 назад я ходила к косметологу значительно чаще, потому что на тот момент моя кожа была проблемной, я не совсем еще могла справиться со своей кожей, вернее, на тот момент я еще не стала так глубоко изучать данный вопрос, и я ходила к косметологам, пыталась свою кожу победить. Косметологи были разные, часть из них была, к сожалению, менее профессиональная, часть, конечно же, была очень профессиональная, и они давали мне какие-то полезные советы и рекомендации. В конечном итоге состояние моей кожи не сильно улучшалось, поэтому в какой-то момент я поняла, что для того, чтобы мне со своей кожей справиться, все процессы, которые в моей коже происходят, мне придется вникнуть самой, потому что большая часть походов к различным косметологам, она мне не приносила каких-то видимых результатов. Я тратила деньги на сам прием косметолога, на какие-то процедуры косметолога, плюс я старалась пробовать те продукты, те линейки уходовых средств, которые мне данные косметологи рекомендовали, и, честно говоря, как такового результата, который бы меня устроил, я так и не получала. Поэтому в какой-то момент я поняла, что все, что касается моей кожи, мне интересно, и я не готова больше надеяться на различных специалистов, я хочу в это вникнуть сама. Я, как я уже говорила, начала смотреть различные профессиональные каналы дерматологов, профессиональные каналы косметологов и ведущих визажистов на YouTube, англоязычные, русскоязычные, я искала для себя полезную информацию, я разговаривала с различными специалистами, в принципе, как только я попадала к более-менее внятному специалисту, я начинала задавать ему какое-то огромное количество вопросов, потому что мне было все интересно, я сравнивала информацию, полученную от разных врачей, от разных специалистов и, собственно, находила для себя, наверное, те зерна вот той вот действительной информации, что-то читала, что-то переводила, ковырялась, пробовала, и вот таким вот методом проб и ошибок пришла, наконец-то, к тому, что у меня есть сейчас. Сейчас у меня абсолютно нормальная, контролируемая мною кожа, кожа, состояние которой меня очень и очень на данный момент устраивает. Я пробую достаточно большое количество продуктов. Как правило, все эти продукты из профессиональных марок, я очень негативно отношусь к люксовым маркам по уходу за кожей, лица и к их линейкам, соответственно, по уходу за кожей лица. То есть, если декоративную косметику от люксовых марок я признаю и зачастую люблю, то вот уход за кожей от люксовых марок я, к сожалению, совершенно не признаю. Я признаю только качественные марки, либо аптечные косметики, либо профессиональные салонные марки, которые вы не можете купить в масс-маркет-магазинах, которые продаются только в специальных магазинах, либо которые можно заказывать на их официальных сайтах. Я для своей кожи уже выработала определенную такую систему ухода, которая на мне сейчас работает и показывает очень и очень неплохие результаты. Косметологу хожу ли я косметологу? Я косметологу хожу. У меня на данный момент есть косметолог. У меня есть любимый косметолог, совершенно потрясающий косметолог, которого я нежно и нежно люблю. Мы с ней вместе в таком творческом сотрудничестве косметолога и пациента находимся уже последние пять лет. И я косметологу хожу, как правило, два-три раза в год на какие-то процедуры, которые я не могу сделать в домашних условиях. На такие процедуры, как увлажнение, как эксфолиация, как различные масочки, я косметологом не хожу, потому что, честно говоря, я считаю подобные походы выкидыванием денег, за исключением случаев, когда подобные походы становятся регулярными. То есть, я вообще считаю, что всё, что касается ухода за кожей лица, эффект будет, если всё, что вы делаете, делайте регулярно. Поэтому, если вы ходите к косметологу для того, чтобы делать масочки, для того, чтобы делать эксфолиацию или чистку, то примите, пожалуйста, для себя как факт, что если вы хотите увидеть результат, то ваши походы к данному косметологу должны быть регулярны, то есть, не реже одного раза в неделю. Вот если вы с такой регулярностью будете ходить к косметологу, то да, конечно, через какое-то время вы увидите результат, но и потратите вы на это мероприятие достаточно большое количество денег. Я для себя на данный момент понимаю, что тех знаний, которые у меня есть, мне вполне-вполне достаточно, и я предпочитаю те деньги, которые я могу потратить на один визит к косметологу, на единовременное нанесение мне одной маски, потратить на то, чтобы купить эту же самую профессиональную маску, полноразмерную, в профессиональном магазине, и вот с той вот одной баночки, которую я куплю, сделать 10-12 тебе масочек сама, когда мне это удобно. Я в плане своего ухода за кожей очень и очень дисциплинированный человек. Я действительно раз 4-5 дней стараюсь проводить сеанс достаточно глубокой экспалляции для своей кожи. Я в течение недели делаю 2-3 различные маски, наношу в зависимости от потребностей моей кожи на свое лицо. И вот при таком режиме ухода эффект будет. Собственно, я это делаю дома, вы, если у вас есть такая возможность и есть такое желание, можете это делать у косметолога. Но вот эффект антиэйджа, эффект сохранения молодости, упругая, подтянутая и здоровая кожа, она может быть только в таком режиме. Одна из моих любимых процедур, которую я делала раньше у косметолога, была чистка. Чистку я делала ультразвуковую. Мануальную чистку я не очень люблю, несмотря на то, что у меня достаточно расширенные поры. В принципе, обладательницы комбинированной жирной кожи как раз очень часто подсаживаются на мануальную чистку. Но, как правило, это не очень хорошая история, потому что у большинства из нас присутствует склонность к куперозу. Мануальная чистка очень вредна при склонности к куперозу. Лучше всё-таки, если вы хотите сделать чистку, то чистку делать ультразвуковую, либо, вот в моём случае, это уже кислотная эксплуатация, которая на моей жирной коже работает очень и очень хорошо. Иногда, если у меня есть время, есть желание и есть какое-то количество свободных денежных средств, я могу прийти к своему косметологу для того, чтобы провести процедуру активного увлажнения собственной кожи, когда она берёт концентрированный гель гиалуроновой кислоты и под воздействием тока вводит данный гель в глубокие слои моей кожи. Вот подобную процедуру в домашних условиях я сделать не могу, поэтому я с удовольствием на данную процедуру хожу к своему косметологу. Процедура достаточно недешёвая, могу вам сказать честно. И от единоразового похода к косметологу тоже эффект будет, ну, максимум на 3-4 дня, потом ваша кожа вернётся в нормальное состояние. Если вы хотите действительно получить видимый эффект, если вы хотите подтянуть овал лица и улучшить состояние вашей кожи, то подобных процедур по увлажнению надо сделать курс. Курс это минимум 4-5 процедур с разницей между процедурами 10 дней, то есть вот даже 2 недели это будет много. Вот выдержать подобный режим я не могу в силу своих постоянных поездок, в силу своего перемещения и вообще своего режима такого достаточно активного жизни, поэтому, в принципе, как я уже сказала, к косметологу я прихожу только на какие-то очень активные аппаратные процедуры, когда я понимаю, что вот раз в год или 2 раза в год я своей коже делаю такой вот подарок, мы проводим какую-то специальную такую вот активную процедуру, которая мою кожу тонизирует, которая мою кожу заряжает энергией, подтягивает, и вот подобный подход по ходу к косметологам я считаю правильным. Хочу сразу сказать, что найти профессионального и своего косметолога, с которым вам будет комфортно, действительно очень и очень непросто. Я сама сменила достаточно большое количество специалистов, пока нашла своего мастера. Со своим мастером мы всегда работаем в таком творческом тандеме, я рассказываю всю ту новую информацию, которую узнала я, она мне рассказывает всё то новое, что узнала она, что-то мне предлагает. Я, в принципе, понимаю примерно, о чём она говорит. Мы выбираем некий вариант, устраивающий и её, и меня. Я понимаю, какой результат мне нужно получить. Она понимает, что она бы хотела предложить мне для улучшения состояния моей кожи, и мы, собственно, договариваемся до какого-то такого оптимального варианта, который мы и применяем. Итак, резюмируя, хотелось бы сказать, что я ни в коем случае не против походов к косметологам. Я, в первую очередь, за профессиональных косметологов, которые постоянно развиваются, учатся, пробуют новые марки, узнают о последних тенденциях во всём, что касается ухода за кожей лица, потому что сейчас наука и бьюти-сфера развиваются просто какими-то семимильными шагами, и постоянно появляются новые средства. Но я за поход к косметологу с умом. Я против бессмысленной траты, бессмысленного выкидывания денег на косметолога. Я всё-таки за то, чтобы потратить данные деньги на профессиональную косметику и ухаживать за собой в домашних условиях, потому что мне кажется, что... Ну, если вы, конечно, достаточно дисциплинированы внутренне, что никто, кроме вас, так тщательно и так регулярно и, наверное, так скрупулёзно не будет ухаживать за вашей кожей. Плюс, когда вы сами наносите себе маски, когда вы сами покупаете себе продукты, вы их не экономите при нанесении. Косметолог, как правило, если это не ваш постоянный косметолог, он может экономить средства и наносить продукты несколько меньше, чем нужно. Вот, когда вы покупаете продукт для себя, соответственно, вы для себя не экономите и наносите ровно столько продукта, сколько нужно, для того, чтобы он максимально активно отработал. Мне на данный момент 32 года. Есть, конечно, процедуры кисметологические. Они такие, наверное, больше из разряда антиэйдж, которым я на данный момент присматриваюсь и которые мне хотелось бы попробовать. Честно могу сказать, мезотерапию я не пробовала ни разу, потому что меня немножечко смущает вот этот вот эффект такой вот лягушачьей кожи, вот эти вот волдырики, которые ещё в течение двух-трёх дней рассасываются на вашем лице. Я вот это вот не очень как-то для себя понимаю, как мне вот эти вот два-три дня лягушонкой прожить. И также я слышала очень много хвалебных отзывов о плазмолифтинге, то есть когда у вас берётся кровь из вены, прогоняется через специальный аппарат, который отделяет плазму, и потом всё это вводится в ваше лицо. В принципе, процедура очень похожа на мезотерапию, только вводится вам под кожу не витаминный коктейль, а ваша собственная плазма. Первый эффект, он такой же, как после мезотерапии, то есть у вас на коже остаются вот эти вот пупыришки и волдырики, они в течение двух-трёх дней рассасываются. Так же, как и мезотерапию, плазмолифтинг нужно делать курсом, и одна процедура, к сожалению, это мёртвого припарка. В идеале её делать курсом 5, 6, 7, а то и 8 процедур с перерывом в 2 недели, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот подобный курс, он действительно даст такой достаточно активный эффект омоложения. Если подобный курс плазмолифтинга делать раз в год, раз в полтора года, то вы действительно сможете достаточно активно остановить время и улучшить состояние вашей кожи, подтянуть её контуры. Ну вот, для меня пока на данный момент, вот сейчас, в сегодняшнем дне, это не очень актуально, но так как с каждым днём я, конечно же, не становлюсь моложе, я взрослею, и моя кожа тоже меняется, то я уже на данный момент достаточно активно собираю информацию про все эти процедуры, и с удовольствием буду с вами ею делиться. Я очень рада, если подобная информация оказалась для вас полезной. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, подписывайтесь скорее на мой канал, если вы ещё не являетесь моим подписчиком. Не забывайте, пожалуйста, ухаживать за своей кожей, будьте, пожалуйста, красивыми, будьте, пожалуйста, ухоженными, оставайтесь, пожалуйста, молодыми, и до скорых встреч на моём канале. Пока-пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!